10 августа, вторник, Старый стиль, 28 июля, 7-8 по Пятидесятнице, Гла-6, поста нет. Икона Божьей Матери Смоленская, именуемая Адигитрия. Смоленская икона Божьей Матери, именуемая Адигитрия, что значит «путеводительница», по церковному преданию была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни по святой Богородице. Святитель Дмитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, оттуда императрица Евдокия супруга Аркадия передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме. Греческий император Константин IX Мономах, 1042-1054 годы, выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославовича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале XII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С этого времени икона получила название Адигитрия Смоленская. Греческий император Константин IX Мономах, 1042-1054 годы, выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославовича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконы. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале XII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Адигитрия Смоленская. В 1238 году по глазу от икона самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв битвы и мученическую кончину, он был причислен к церковью к лику святых, память 24 ноября. В XIV веке Смоленск находился во владении литовских князей. Дочь князя Витовта, София, была выдана замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича в 1398-1325 годах. В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божьей Матери и святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля по правую сторону от царских врат. В 1436 году по просьбе жителей Смоленска во главе с еписком Месаилом икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск. А в Москве остались две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая мера в меру в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленской России. Монастырь был устроен на Девичьем поле, где со многими слезами москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 году чудотворной иконой был написан точный список. В 1666 году в месяц древней иконы новый список возили в Москву для поновления, которые поместили в башне Смоленской крепостной стены над Днепровскими воротами по специально устроенным шатрам. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 каменная. Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, иконы взяли с собой для охранения от неприятелей. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской Адегитрии взятый временно в Успенский собор в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконой Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китая города и Кремлевских стен. А затем отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона была взятой Ворославой. Так благовейно хоронили наши предки эти иконы и сестры, и Матерь Божия через свои образы охранила нашу Родину. После победы над неприятелем иконы Адегитрии вместе с православленным списком была возвращена Смоленск. Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году. Память возвращения Смоленска России. Существует много чтимых списков со Смоленской Адегитрии, которым положено празднование в этот же день. Есть и день празднования Смоленской иконы, прославившейся в XIX веке, 5 ноября, когда этот образ по распоряжению главнокомандующего русской армии Михаила Лорионовича Кутузова был возвращен в Смоленск. Память изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно. Святая икона Божьей Матери Адегитрии, одна из главных святынь русской церкви верующие, получали и получают одну обильную благодатную помощь. Матерь Божья через свой святой образ заступает и поскорбляет нас в путеводство, к спасению. И мы вызываем к ней, ты верным людям, все блага Адегитрия, ты Смоленская похвала и всей земли российского утверждения. Радуйся, Адегитрия, христиану, спасение. Апостол А. 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен Святые апостолы А. 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были первыми диаконами церкви Христовой. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, что в Руссалиме 12 апостолов избрали 7 мужей – Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, исполнили их Святого Духа и Премудрости и поставили их на диаконское служение. Святая Церковь совершает их общую память 28 июля, хотя они скончались в разное время и в разных местах. Святой Прохор в начале сопровождал первого верховного апостола Петра и от него поставили пискам в город Некомидию. После Успения Божьей Матери Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова и вместе с ним сослан на остров Патмос. Там он записал откровения Божия, бывшие святому апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира, апокалипсис. По возвращению в Некомидию святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии, и там принял муческую кончину. Святой Неконор пострадал в тот день, когда был побит камнями святой первомучек-архидиакон Стефан и множество других христиан. Святой Тимон был поставлен апостолами в епископы города Бастория в Аравии и пострадал от уидеев и язычников за проповедь Евангелия. Он был брошен в печь, но силой Божией вышел из нее невредимым. Предание Иринской церкви говорит, что святой Тимон скончался распятым на кресте. Святой Пармен усердно проповедовал Христа в Македонии и умер он от посетившего болезни. Существует также мнение, что святой Пармен пострадал при Троянии, 98-117 год правления его. В последний год его царство не приняв мученическую кончину. Святитель Петерим Тамбовский, епископ. Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопия, родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме. Силых лет Господь готовил Прокопия к высокому духовному служению, которому предстояло выполнить. Еще в детстве его обучили грамоте. Любимым занятием Прокопия было чтение святоотеческой литературы и житей святых. Это способствовало формированию духовного облика будущего святителя. Мальчик удивлял окружающих трудолюбием, обширными знаниями и зрелостью в суждении. Личным примером святой жизни и силой благодатного слова святитель многих привел к истинной вере. Родная сестра святителя Екатерины стала первой настоятельницей, основанной им в 1690 году, Вознесенского женского монастыря. Святитель Петерим много молился и учил молиться в своих посомах. Он ежедневно присутствовал на богослужении и часто сам совершал священные действия. Представство святителя Петерима в 1698 году в возрасте 53 лет. Место его поколения стало вскоре благовейно почитаться с 1812 года. При соборе стала вестись запись засвидетельствованных у гроба благодатных проявлений. Почитание святителя Петерима вышло далеко за пределы Тамбовской епархии. В 1914 году, 28 июля, святитель Петерима, епископ Тамбовский, был причастен к лику святых. Преподобный Моисей Печорский жил и подвязался в Киево-Печорском монастыре в XIII-XIV веках. Постоянным улюбимым подвигом преподобного было псалмопение и бесчисленное колено преклонение, за что удостоился он дар еще творения. Моисей Святого почивает в дальних Феодосиевых пещерах. Мученик Иулиан Долматский, Атинский. Святой мученик Иулиан пострадал в царствовании Антонина Пия, 138-161 год. В итальянской провинции Кампании правитель Флавиан дал приказ разыскивать христиан и приводить к нему на суд. «Перенося побои, святой молился Господу, чтобы он даровал ему силы претерпеть мучения до конца. Молитва была услышана, и он услышал голос, «Не бойся, Иулиан, я буду с тобой, дам тебе силы и мужество». Утром, когда начались новые истязания, сообщили, что храм языческого бога Сераписа вместе со стоявшим в нем идолом разрушился. Все пришли в изумление и ужас, а христиане возрадовались и прославили Христа Бога. Язычники приписали это разрушение волшебной силе Иулиане и потребовали его скорейшей казни. Убийство святого юноши решили совершить на месте разрушенного языческого храма. Перед казнью святой Иулиан преклонил колено и помолился благодаря Господу, сподобивши его принять смерть за святой имя его. В третий раз услышал он голос, призывавший в Царство Небесное святого мученика, усекли мечом, и он отошел ко Господу, которому злюбил больше временной жизни. Мученик Евстафий анкирский. С той мученик Евстафий был воином за исповедение христианской веры, был схвачен и приведен к начальнику города Анкиры. На допросе святой твердый мужественно исповедовал себя христианином, был предан мучением. Его нещадно били, просверлили пятки и, обрезав веревкой, поволокли по городу к реке Сангаре. На берегу реки мученика положили в деревянный ящик и бросили в воду. Ангел Божий вынес ящик на берег. Святой, находясь в ящике, пел псалом 90 живой помощи Вышнего. В виде чудо и чувства себя посрамленным, правитель вынув меч, убил сам себя. Святой мученик, приняв причастие из рук ангела, предал дух свой Богу. Честные мощи его были погребены в городе Анкире. Мученик Акакий Милецкий. Святой мученик Акакий был предан суду за веру Христа. Три правителя пытались заставить святого мученика, подвергнув его жестоким муком. Правитель Ликини повелел рвать тело с того Акаки орудием пытки, а потом послал его к правителю Терентью, который повелел бросить Акакий в котел, наполненный кипящей смолой и салом. Но мученик остался невредим. Терентья отправился в город Аломею и Аполлонию. И приказал вести мученика за собой. В одном из этих городов святого Акаки вели в языческий храм, но по его молитве упали все стоявшие там идолы. Святого сильно избили и отдали на растерзание зверям. Когда же увидели его невредимым, то бросили в раскаленную печь. Там мученик также остался невредимым. Правитель, желая проверить, достаточно ли раскалена печь, приблизился к ней и сам сгорел. Тогда святого мученика Акаки отдали на мучение некому Поседонию, который наложил на святого мученика тяжелые оковы и велел везти его в город Милет. Но и там святой своя молитва сокрушил идолов. Наконец, озлобленные мучители обезглавили святого Акаки. 1931 год. Пресидор им. Леонти похоронил тело его в городе Синаде, Малая Азия. Преподобный Павел Ксиропотамский. Преподобный Павел Ксиропотамский в миру Прокопия был сыном Константинопольского императора Михаила Куропалата, который последствия сложил себя царской достоинством при имячества, построенном им монастыре. Получив блестящее образование, Прокопий стал одним из ученейших людей своего времени. Из смиренного мудря преподобный никому не открывал своей учености. Слава о строгой жизни Павла быстро разнеслась по всей святой горе. Заранее извещенный Господь на своей кончине святой созвал к себе братьев Ксиропотамской и Новый Георгиевской обители, дал им последнее наставление. В день кончины преподобный Павел надел мантию и прочитал молитву святого Иоаннике, которое произносил постоянно «Упование, мой отец, побеждающий мой сын, погровь мой до святой Троицы, дай славу тебе!» и приобщился к святых христовых тайн. Похоронить свое тело святой Павел завещал на полуострове Пангоси напротив той горы. Но по воле Божий корабль прибил к берегам Константинополя, где император и патриарх. С благовением приняли тело святого торжественного положили в Великой Церковь. После разгрома Константинополя, крестоносца и мущества упала были перенесены в Венецию. В этот день святая церковь празднует память священного мученика Николая Панварева Дьякона, преподобного мученика Василия, эрмонаха, преподобного мученица Анастасии Камаевой, Елены Асташикиной, монахинь, мучениц Ареф, мучеников Арефы Еремкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова, Иоанна Мелешкина, и мученицы Мавры Моисеевой, икона Божьей Матери Адигитрия, Югская Адигитрия, Водропусская Адигитрия, Костромская Адигитрия, Седьмие Зерная, Адигитрия Усть-Недумская, Гребневская Адигитрия, Суперстальская Адигитрия, Смоленская Агрицкая, Песочинская Адигитрия-Шуйская Адигитрия-Устюжинская Адигитрия-Соловецкая Водропусской Адигитрия-Стергиевской в Лавре Адигитрия Кирилла Белозерская, Адигитрия Христофоровская, Умилений Серафима Дивеевская, 1885 год, Адигитрия Святогорская, Адигитрия Воронинская, 1524 год, Адигитрия Оксайская.